Белый аист летит Над белесым полесьем летит Беларусь и мотив В песне вереска, в песне ракит Все земля приняла И заботу, и ласку, и пламя Полыхала над землей Небосвод, как погровое знамя Молодость моя, Белоруссия Песни партизан, сосны до туман Песни партизан, алая заря Молодость моя, Белоруссия У нас в гостях уроженец деревни Федорова Полоцкого района Белоруссии Депутат областного собрания Председатель Архангельской региональной общественной организации Землячества Беларусь И участник, солист, вокально-инструментального ансамбля «Зеркало» Виктора Заря Виктор Николаевич, здравствуйте Добрый день Виктор Николаевич, вы родом из Белоруссии Вот расскажите, как и когда вы оказались у нас на севере? Ну, вы знаете, история весьма интересная Хотя на тот момент у меня была возможность остаться в Белоруссии Но так получилось, что я окончил школу милиции с красным дипломом И у меня было право выбора И вот этот право выбора наступило за два дня до распределения Ну, не знаю, я, может быть, сейчас вот многие спрашивают Не жалею, жалеешь? Ну, конечно, жизнь прожить такую, как я прожил Я думаю, что жалеть-то не стоит об этом Ну, случилось то, что случилось Вот поэтому я по своей доброй воле По своему там решению Конечно, жена была недовольна Но вот я приехал Вот сюда на север И вот здесь уже 38 лет Виктор Николаевич, вы человек с активной жизненной позицией Стоит только удивляться Как вы успеваете совмещать все такие важные дела и творчество? Где вы черпаете силы? Ну, во-первых, вы знаете Это как бы заложено было еще с детства Потому что все-таки я вырос, как вы сказали, вырос в деревне В школу ходил за 7 километров Как бы сказать, физическое становление, да Или вот закалка вот именно с тех времен Достаточно сказать, что 7 лет, когда мне было Мама с папой уезжали на Украину Мне оставляли одного с хозяйством Можно представить, ребенку 7 лет Ну, плюс еще, знаете, как вот Потому что человек, во-первых, должен заниматься не только там каким-то одним направлением Я считаю, что все, что возможно и все, что ему идет во благо Да, для самого главного А самое главное, это мне все-таки служить людям На благо людей Потому что и вот это творчество, которое я дополнительно еще занимаюсь Но в дальнейшем мы будем про это говорить с вами Оно мне помогает очень Потому что, ну, петь я начал именно, когда мне было еще вот 6 лет Вот об этом я хотела еще спросить Многие жители Архангельска открыли вас с неожиданной стороны Как певца А вы в себе открыли певца прям с рождения, можно сказать Ну, вы знаете, ну, во-первых, это как бы не мое мнение было Когда услышали в школе то, что я пою А я пел, так, может быть, где-то так Может, на улице, может, я не помню, как это было Но, в общем, мне на сцене я вот первую песню спел про маму И так получилось, что дальше стали вот как-то вот на всех вечерах На всех там каких-то тематических там собраниях в школе Вот, потом дальше, ну, во-первых, очень большая, как бы сказать, такая профессиональная школа Для меня это была служба в ансамбле песни пляски Советской Армии Вот там два года со мной занимались уже профессионалы Была постановка голоса Конечно, я не считаю себя артистом Именно вот буквально в смысле слова Я просто, как бы сказать, художественная самодеятельность Но, по крайней мере, когда я пою для своих родственников, пою для своих избирателей И когда чувствую, что это им нравится, вот это меня вдохновляет И, скорее всего, вот это вот меня и сподвигло на более такие серьезные выступления А вот вам какие песни по душе? Ну, вы знаете, я все-таки люблю более песни те, которые, во-первых, со смыслом несут смысл Потому что, когда песню надо слушать не просто там услышать какие-то слова, какие-то фразы чисто Когда есть музыка, то есть музыка Когда песня, она дала им отнести смысл определенный Поэтому и вот по каждой ситуации жизненной Вот, допустим, какое настроение у меня Что я думаю, что я хочу, допустим И вот эта песня, она, именно я стараюсь подбирать те песни, которые именно соответствуют моему настроению Ну, это если я пою себе или там знакомым Ну, а для концерта то же самое Потому что я хочу петь то, что им необходимо Потому что ведь в основном-то у нас, вот мои избиратели, это в основном-то пожилые люди Поэтому именно песни тех времен, которые действительно пели известные артисты Вот, и вокально-инструментальные ансамбли Вот те песни для меня и приемлемы, и они мне нравятся Ну, действительно, песни на все времена А вот как вы относитесь к современной музыке? Ну, вы знаете, никак, так, если можно сказать Ну, если оценивать, сказать, что нравится она или не нравится Поэтому отдельные исполнители мне нравятся, но когда они поют живьем Ну, вы знаете, очень тяжело понять, живой они поют или нет Поэтому это вот тоже важно Вот, и когда человек поет, оно видно Вот я сразу определяю, допустим, он поет Вот даже сейчас, смотрите, вот Поле чудес Раньше как-то пели сами, сейчас и то идут записи Оно видно сразу Поэтому я вот, это не от души Это, понимаете, это все-таки техника Она микширует, она делает звук То есть любого не певца, но она делает певцом Поэтому, и вот в основном-то вот Ну, вот смотрю, конечно, программы те, которые Допустим, там, Голос, там, или Народный артист Там, когда действительно поют именно вот те звездочки Которые зарождаются у нас в России Да, но, к сожалению, они потом быстро гаснут Их нет, но, по крайней мере, я вижу потенциал И да, я даже детский голос я видел Которые дети у нас поют Но, к сожалению, почему-то они в конкурсах не участвуют Поэтому вот отношение такое двоякое Хорошо, перейдем тогда уже к вашему творчеству О вашем сотрудничестве с Виазеркова Как вообще вы к ним попали? Что вас привлекло именно вот в этом коллективе? Ну, вы знаете, я вот пять лет назад У меня было выступление, ну, я там пел, по-моему, две песни На одном из, не помню, каких концертов городских, да Вот, а вокально-инструментальный ассамбль «Зеркало» базировался в то время В Доме культуры строителей тогда Ну, сейчас немножко по-другому она звучит Вот, городской культурный центр, который у нас на Приорово находится Вот, и вот как-то подошел ко мне руководитель Говорит, Виктор Николаевич, вот не хотели бы вы с нами Но они предложили мне Ну, потом я пришел на их репетицию Послушал, действительно, ну, с первых дней Не то, что влюбился, но потому что, действительно, это живой звук Это вокально-инструментальный ассамбль Это то, что действительно, вот, что и, как бы сказать Чем отличается, вот я, как сказал, пение Потому что, это, во-первых, пение одного человека И пение вот многих, которые находятся в ассамбле Это намного тяжелее, потому что там ведь Надо соединить звук, соединить звучание, голоса Поэтому вот, и мне понравилось, и мы начали заниматься И вот пять лет мы уже с ними поем Говорит, Виктор Николаевич, расскажите, может, о составе «Вия зеркала» Ну, вы знаете, весьма, как бы сказать, вот разные люди Даже я удивляюсь, как они вот по характеру сошлись Потому что, действительно, вот, есть вот Ну, это как обычно, ведь коллективы даже Тем более мужской коллектив Вот, если представить их, вот Не могу, к сожалению, фамилии запомнить По именам-то знаю всех Вот, Щекочехин Сергей, это у нас барабанщик Ну, обычно, как говорят, душа коллектива Это ударник, тот человек, который ведь хороший Барабанщик, ведь тоже тяжело идти Вот, поэтому вот у нас сейчас хороший барабанщик Действительно здорово играет Поэтому вот, как я сказал, это Сергей Щекочехин На клавишах играет частик у Вячеслав Это человек, который с листа Прямо вот, вот мы, допустим, придумали песню Не, вернее, не придумали, решили песню петь сегодня, да Прямо вот тут же на месте Вот он сразу же вот эту песню подбирает А уже дальше у нас Ритровский Сергей Это душа нашего коллектива Это умница Это человек, который имеет музыкальное образование Тот, который занимается режиссурой Которой постановкой Которой соединяет наши голоса Вот, который, ну, на нем находится Все самое главное То, что вот внутри обычно всегда вокально-инструментальной ансамбле Вот, Тюкавин Андрей Это вокал, бас-гитара Латушкин Андрей Это соло-гитара Ну, и у нас еще есть солист Один тоже очень классно поет Как говорят, классно Это Курпиков Леонид Вот он, это вокал и гитара Ну, и музыкальный руководитель Вернее, руководитель ансамбля Не музыкальный, а руководитель ансамбля Это Романов Василий Ну, и ваш покорный слуга Я просто пока солист Виктор Заря Виктор Николаевич А вот, а какой репертуар у ансамбля? Вы знаете, вот они поют Они поют живьем Вот, я посмотрел репертуар Более 120 песен у них Вот То есть, как обычно, ресторанные певцы Они поют там хоть 300 песен, да Но это когда люди все-таки поют под минусовку Когда у них есть текст Когда они читают Это намного легче все-таки Когда один человек А вот у них действительно вот песни, которые разложены на голоса Которые с аранжировкой уже с их там Именно оформлением Более 120 песен И потом песни разные Поют даже на английском языке Поют на французском языке То есть, ребята разносторонние И вот слушать это одно удовольствие Просто, да Вот как раз есть возможность послушать У нас у всех 25 октября В преддверии Дня народного единства В Доме офицеров Состоится творческий вечер Концерт «Веа зеркало» Сердце тебе не хочется покоя Я так понимаю, что эта песня прозвучит? С одноименным названием Ну, конечно А какие еще песни можно будет послушать? То же самое, как название «Зеркало» Оно ведь тоже произошло от одноименной песни Которую поет известный у нас певец Юрий Антонов Да, да, да «Зеркало», да Поэтому прозвучит очень много песен В основном ребята поручили Вернее, заставили меня Собрать все мои песни, которые мы поем с ними вместе И вот они мне, ну, не знаю так Внушили уверенность Вдохновили, наверное В основном-то буду петь я Потому что так вот решили мы все-таки Ну, подвести итог какой-то моему творчеству Вот, ну, конечно, они тоже будут петь свои песни Классные песни Пока я не буду раскрывать секрет Интрига Да, я приглашаю всех прийти на наш вечер Вот, пригласительные билеты уже раздаются Вот, и поэтому Песни, ну, в основном-то песни эстрадные Песни известных композиторов Лирические песни Веселые песни Много белорусских песен, кстати, да То, что мы любим слушать, да? Все-таки такие песни, которые застольные песни, я так понимаю Есть такие Любимые на все времена Виктор Николаевич, теперь вопрос уже касающийся Вашей общественной деятельности Вы председатель белорусского землячества в Архангельске Правильно я говорю? Да, 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 да А вот чем вы занимаетесь? Какие у вас, может быть, цели, планы? Какая численность землячества? Вы знаете, у нас в Архангельске действует Совет национальности В отличие от многих субъектов федерации Я горжусь этим, что у нас есть такая общественная организация Которая вот она воплотила в себя Собрала многие национальные единения Ну, где как по-разному называется Где автономная организация Где коллективы, вернее, какие-то там общества По-разному называется Но суть не в этом Там есть и грузины, и армяне, и азербайджанцы И немцы, и белорусы Поэтому и украинцы Поэтому объединились в одно единое Это Совет национальности А у меня была сначала белорусская община Теперь называется автономная организация Она объединяет себя чисто по городу Архангельску Более 150 человек А вообще в городе Архангельске Проживает около 3,5 тысяч белорусов Вот, и поэтому мы, во-первых, занимаемся многим У нас есть изучение языка белорусского Все-таки свой родной язык Мы занимаемся проведением всех каких-то праздников Которые проводятся, допустим, у нас в Беларуси Проводим свои встречи И музыкальные встречи, и творческие встречи Допустим, праздник, вот есть такой Вот мы сейчас будем проводить дожинки То есть праздник, когда сбор ружая Подворится итог Обычно у нас в Беларуси и так Награждаются там победители Вот мы тоже собираемся И назначаем, допустим, там ответственно По какой-то области Беларуси И они проводят этот праздник Поэтому в жизни она весьма интересна Потому что самое главное Чтобы наши белорусы Не забывали свою малую родину Действительно, где они родились Действительно, которая их вдохновляет И чем они живут, и гордятся Дмитрий Николаевич, а вот вы малую родину не забываете? Часто бывает в Беларуси? Нет, я только вот приехал неделю назад Был на выборах президента Приглашали меня международным наблюдателям Поэтому действительно мне понравилось Что белорусы, они весьма активны В политической жизни Беларуси 93% пришло на выборы 93% в отличие от нас Вот когда пришли нас на выборы губернаторов Совсем треть меньше И активная жизненная позиция Она и сказывается на развитии Все-таки своего государства Потому что каждый заинтересован Чтоб родина процветала Чтоб было хорошо всем И маленьким детям, и пожилым людям Очень значимая проводится Государственная политика В социальной защите, пенсионерам Поэтому я горжусь Именно своей родиной Ну и не забываю, что я живу в России Поэтому стараюсь соединить это вместе Чтобы это все-таки была польза Как депутат областного собрания Субъекта Российской Федерации Чтобы была польза Ведь от моей малой родины Моей большой родине Вот так Ну а чтобы польза была еще и зрителям Я думаю, что вы Вас все знают Я в Язеркало уже имею ввиду Вы выступаете на главных площадках города А как с гастрольной деятельностью? Вы часто куда-то выезжаете? Ну вы знаете, к сожалению Ну, к сожалению Вот Может быть Как-то немножко другая политика Муниципальных образований Ну глав муниципальных образований Многие нас не знают Скорее всего, не знают Я буду думать так, что нас еще не знают Не буду обижаться Вот Ну, вот поэтому Инда ведь приглашают артистов С других городов С Москвы, там, с Ленинграда С Санкт-Петербурга, вернее Именно тех артистов Ну, которые уже, наверное Может быть, уже не так популярны Но все равно они стоят больших денег А вот наши артисты Которые находятся в городе Архангельске В области Кстати, вот мы проводили У нас стал традиционным сейчас Конкурс вокально-инструментальных ансамблей Вот я спонсирую этот конкурс Мы проводим его постоянно Уже третий год подряд Приглашаем вокально-инструментальные ансамбли Которые у нас Их, кстати, очень мало В Архангельске? Нет Они к нам с Вологды С Новодвинска Севродвинска И Архангельске Ну, их можно по пальцам пересчитать Потому что, действительно Все-таки вокально-инструментальный ансамбль Это тот коллектив Или те музыканты Которым, ну, намного сложнее Во-первых, существовать сложнее Это больше затраты Все-таки это и музыкальные инструменты Это и люди Это и гонорары Если действительно Каждый человек хочет Вот немножко получить Какие-то и средства Потому что они Ну, в основном-то мы все поем Так, на общественных началах Поэтому, вот мы проводим этот конкурс И я считаю И хотел бы все-таки Чтобы главы муниципальных образований Зная, что в них находятся Это вот такие вот самородки Я считаю, что их надо показывать Потому что, действительно У них есть свои поклонники Их хотят слушать, слышать И чем больше они будут Вот приносить радость Они ведь действительно приносят радость Я понимаю Если люди поют за деньги Которые просто чисто спеть Да, и, знаете Как-то вот душа Или вот То, что находится За пределами сцены Мало интересует Хотя не говорят, конечно Там, по-другие слова Но когда на поток Поставлен совсем по-другому А когда люди поют Для людей И для них это счастье Где-то выступить раз в месяц Допустим, они же Это подпитка И они получают Это удовольствие Ну, вот где-то Мы были В Холмогорах Мы были в Новодвинске Мы были В Цигламини Ну, в районах нашего города Тоже выступали Виктор Николаевич А как Вы считаете Как привлечь внимание Вот именно Зрителя К нашим местным исполнителям Популярны ли они у нас Вы знаете Я считаю популярны Просто Это, еще раз говорю Это зависит Потому что Ведь сам Сам не может Артист прийти И сказать Я хочу выступать Если бы ему позволили Выступать Бесплатно Тогда Допустим Многие наши артисты Выступали Но ведь это все Сталкивается с деньгами Почему? Потому что Необходимо заплатить аренду Необходимо заплатить Там За сценарий Может быть Или концерт Необходимо звукорежиссера Потому Все зависит от того Как вот Организаторы Каких-то муниципальных Праздников Да Ну, вот они Даны приглашать артистов Чем больше наши артисты Будут выступать Ведь У каждого артиста Своего есть Очень много поклонников Как я уже говорил Много родственников Много знакомых На него придут И придут на большую площадку Кстати, когда вот Вокальность Ментальная ассамбля Мы выступали на День города Это было За прошлый год Мы выступали Вот У драмтеатра Я Видел очень многих людей Значит, пришли на них И С удовольствием слышали И танцевали И пели с нами Поэтому это очень здорово Потому что надо Как можно больше Привлекать Как мы говорим Когда говорим Про сельское хозяйство Да Чем больше Будет своих производителей У нас Свои товары продавать Соответственно Они Это во-первых Более качественные товары Поэтому как можно Больше наших артистов Необходимо Привлекать Вот к таким Переприятиям Тогда еще раз Напомним Что 25 октября В Архангельском Думе офицеров В 17 часов Состоится концерт Творческий вечер Творческий вечер Виа зеркало Сердце Тебе не хочется Покоя Приходите Виктор Николаевич Я благодарю вас За беседу Желаю вам удачи Ну и конечно Всего самого хорошего Спасибо Спасибо, что были у нас Напомню Гостям программы В центре внимания Был депутат Областного собрания Виктор Заря А я Лена Гончарова С пожеланиями Всего самого доброго С вами прощаюсь До встречи Субтитры создавал DimaTorzok